Привет, друзья! Снова с вами Антон Поспелов. Продолжаются наши монологи о нахлости. В прошлом году мы были здесь, на побережье Баренцево море, в бухте, на проекте Пятна. Чуть попозже, наверное, было 30 с лишним градусов и не было комаров. В этот раз мы приехали и 10 не с лишним градусов, и комаров тоже нет. До этого мы были неделю на Клиффе, на Варзине. Ну, это тоже, по сути, Варзина, но уже находящийся в море. В самом устье, пляжи, тюлени, как морские лодки вокруг нас плавают, где-то киты, мы их пока не видели. Хотел я выйти с ним, снять хотя бы панораму, но мало того, что 10 градусов, дикий ветер. Ну, вот он чуть-чуть сейчас ослаб, но все равно идет горизонтальный туман, как дождь. И камера сразу покрывается росой, мелкой пылью, естественно, фокус пропадает. Так что снимать на улице невозможно, но рыбу ловить возможно. Отливы в этом году меньше, чем в прошлом году, то есть отливает не так далеко. И не надо ходить километр до места, где заканчивается река, и там вот в этом бурлении ловилось в прошлом году. А сейчас отлив не так далеко, и мы буквально в двухстах метрах, в ста метрах от пляжа ловим. И на приливе, и на отливе прекрасно. Рыба вся мерная, такие мордастые. Ну, мы несколько штук измерили, там было 51-55, в общем, крупная хорошая рыба. Что-то мелочи совсем не было. Думал, мы в этом году привезли, ну, настоящие нахлыстовые силиконовые черви, точнее синель, которая как-то сплетена с силиконом, получается вот эти вот кольчатые черви, практически такой червячок, как вот здесь водятся. Они белого и красного цвета, и с небольшим утяжелеем им получается очень хорошо. Я обязательно завтра, по прогнозу, будет холодный, но ясный солнечный день. Мы обязательно зайдем в воду, потому что сейчас это не только с риском для видеотехники, но и с риском для жизни заходишь, потому что периодически окатывает целиком, все мокрые были. Поэтому, нет, снимать там не будем, но покажем обязательно. И мы три дня находимся здесь, на побережье, и три дня будем в Верховьях Пенки ловить большую, огромную кубжу. Ну, там же и семга, если она в этом году туда зашла. Говорят, что зашла. Мы первые в этом году, эта неделя открывается у нас, нами. Нам выпало сначала на море. Те, кто параллельно с нами лоят, они сейчас вчера улетели на пенку. Ну, на пенке в это время получше, потому что прохладно, комаров поменьше, но зато нет такого, вот пар за ртаж идет, нет такого ветра и холода, как здесь прямо на берегу Баренцева моря. Ну, на самом деле мы мега счастливы, что мы опять здесь, и можем вам рассказать, и сами насладиться, и уж на что я сумасшедший по рыбалке. Так вот, Женя пытается, которая сейчас снимает, пыталась ночью вскочить, побежать ловить. В общем, я с трудом за ногу ее хватал, держал, обратно засовывал в спальник. Вот, хорошо, давайте сейчас на этом делом закончим, а завтра, когда погода наладится, мы поснимаем вываживание рыбы. Ну, вот такая погода сегодня. Крайняя точка крайнего севера. Конечно, хорошее место, но холодное. После 20 забросов руки просто перестают гнуться на этих 10 градусов, во влажном тумане, поэтому где-то в расщелине погреться чуть-чуть, и пойдем опять. Правда, вот пока еще не отлило полностью, пока нет возможности зайти в русло реки, то рыбы не достают. Мы сейчас подойдем и достанем ее, мы ее достанем. А вот и оленя вышли нас проведать. Ну, рано или поздно, естественно, садится морская форель. Интересно, какой сейчас размер у нее. Ну, судя по тому, что тянется легко. Потом вам расскажу про улечку нам. Тут удобно, что базик здесь есть. Можно. Не, ничего. Нормально. Она, конечно, форель очень бодрая. Все эти... О! Все эти форели морские... Злые... О, не, нормально. Чуть-то подкрутится. И она начинает крутиться. Здесь уже тогда подводишь ее к себе. Под саки начинают крутиться, наматывать шнур. Как веретено. Естественно, под сак. Не забываем сюда брать. Ну, я форсировал, и она ушла. С одной стороны, конечно, удовольствие стоять вот так вот, чуть не по грудь, в Северном Людовитом Океане. Ну, ладно. Еще речные воды. С другой стороны, конечно, вот эти зверские поклевки морской форели. Да, она здесь не мегафруктная. Говорят, что есть и по 10 килограмм в разных частях цвета. А здесь, ну, 3 килограмма это максимум. Ну, я вообще не представляю. Пятерка, шестерка и 10 килограммов это, конечно, мощно. Удовольствие. Ну, это в Латинской Америке такие рыбы. У нас, не знаю, кормовая база, наверное, не очень. Слышь, что он длинный период под снегом, подо льдом, но все равно удовольствие. Стоишь, стоишь, вдруг стадо подплывает. А его, не найти, не то, что она везде плавает. Приходится искать, что мы полтора часа ходили, ходили и, наконец, наткнулись. И то, как в 10 запросов, что-то там происходит. что еще волнение небольшое, когда гладкая поверхность, видно, рыба собираешь, прыгает даже, какие-то насекомые, какой-то малечек. А вот тогда вот так вот. Ну, иногда, что-то такое увидишь, но все-таки поймали и попробую достать и показать. Очень достойный. Правда, это Женя поймала, а не я. У меня какая-то мелочь, да что ж, такое-то. Просто фотосессия и отпускаем. Ой, какие-то звуки. Я вроде... Смотрите. Мощь. Наконец настала фантастическая рыбалка. Прямо максимальный отлив. Наверное, осталось полчасика. Поклевка за поклевкой. Идет вообще на все подряд. Сейчас даже гольца поймал небольшого по килограммам-полтора. А вражей и заброс не получается. И рыба и вокруг просто. Что ж такое? Горбит. Собирает что-то с поверхности. А какие свечки делает. Это фантастика. Ну, вот на этом мы, наверное, закончим эту часть. Не будем разбивать на две части. Не так-то много мы что-то отсняли. А потом продолжим на верхней части, на пенке. надо все-таки чтобы плюнуло. Вот это как всегда. Вот был выход красивый. Сейчас мы попробуем этот выход реализовать. плюнуло. Ну, 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 нет, шла-шла-шла, но... Сил нет уже, рука не поднимается. Дельта забилась полностью. Ну, конечно, после двуручника другая техника. Конечно, устаешь быстрее. Особенно, если забываешь тягу сделать. Ну, вот финальный заход солнца. И какая-то кто-то серьезный без свечек, а это, кстати, даже не морская форель, классическая коричневая форелька и что рыба видите у нее сломанная челюсть вот видимо поэтому она пришла сюда охотиться в необычное для нее место ладно пойдемте теперь на верхнюю на пенку ну и забыл сказать может быть главное для рыболовного блога хотя честно говоря не считаю свой блог рыболовным рыболовная на мой взгляд все очень скучно это лайфстайл ну вот у кого какой лайфстайл у меня такой вот сначала отпустим смотрите браун характерными точками вот такой браун так вот рыболовные блоги кажется мне безумно скучными серьезными лицами говорят каких-то таких мелких глупостях типа крючочки мушечки все и так далее но тем не менее скажу что где мы ловим на что мы ловим ну первое у нас конечно лучше получается на полном отливе здесь выходить вот на эту акваторе где заканчивается река по самому низкому и вообще мы заметили что на среднем вот отлив 1 и 5-1 это идеальный 0 5 то есть самый низкий или два это немножко нехорошо слишком рыбы либо высоко в реке остается либо низко в море уже второе на что ловить но удочки бог с ними потом расскажу а вот приманки надо брать все надо брать сухие нимфы стримеры икру потому что внутри вида рыбы здесь есть и браун траут и ситраут и чар то есть голец вчера поймали гольца до этого ловилась на стримеры хорошо сегодня просто вот я смотрю пляж и там как бы он фиш стоят 30 50 рыб кидаешь стримеры только разбегаются сухую кинул вам оказалось что это стайка обычный речной кумжи не морской поэтому все с собой нам пришлось даже за за уже не сходить за сухой сухими мушками поэтому все мухи надо обязательно брать непонятно на что будет клевать в очередной раз ну все это уже финал финал выходы прямо такие монстра прыгают но на сухую кстати ситраут берет прекрасные и прошлые годы у нас ловилась так что берите все мухи и нимфы и черви и стримеры и сухие и ловить на по всей акватории но вообще лучше всего конечно видно когда тишь и вот либо выходы либо активно кормится мальком рыба ну вот просто идешь туда и ловишь а просто тупо кидая где все ловилась вчера но бессмысленно довольно поскольку особенно по волнению это вот не видно и тяжело как там ну не важно хорошо на пенки перелетели мы на пенку на море был такой холодный бриз прятаться пришлось перелетели тут конечно адская жара насекомых адово количество здесь три дня были ребят которые впервые в этих местах но я думаю что они по реке прошли наверное километра два прошли а может и два с половиной поэтому мы решили через сопки смотрел карту я и ломануться километр четыре же не сказал два но мы три уже прошли на место еще не видно поэтому сели только проветриться уже тепловой удар может градусов 25 наверное еще в этой одежде вот ну конечно пока идешь вот эти виды это красота абсолютно и все в тропах оленях интересно линии там нас сопровождали на море как в телевизор смотришь открываешь глаза мимо двух окон так два телевизора у тебя окна и олень второе вот здесь только оводы мокрецы мушки комары и прочие слепни вот здесь река протекает и говорят ребята лёша с виталиком или кто-то был из мы не рассказывали в прошлом году или позапрошлом году про какой-то черный большой каньон где плавают огромные метровые кумжи вот мы туда ловимся найдем этот каньон нет покажем пришли на пенку и пока не дошли до места но я вижу маленькое зеркальце у меня подозрение что там кто-то съест мою сухую мушку попробуем ну да вот она и была вот она небольшая но почином пенка великий экземплер но приятно думал большая кумжа смотрю два хвоста оказывается у меня книжа на которую напала щука смотрите интересно я вот так вот две рыбы ловятся на пенке вместо оба щука ушла туда и дорога ну и вот такая вот причем на ним хачку ой ой а вторая да можно сказать что это удочка нам поймала две рыбы покупайте удочки нам сразу две рыбы но это конечно рыба вся в кровище из-за но не из-за нас а из-за щуки все вчера не дошли до каньона а сегодня наоборот проскочили через собки четыре с половиной пять прошли наверх до самого озера из которого пенка вытекает ну или промежуточное озеро какое-то дальше шеверки интересные там были пары такие сорок сорок пять сантиметров несколько больших как самых всегда входов и вот только здесь после водопадика скалы внизу каньон где по слухам плавают огромные парели которых никто не может поймать ну видимо и мы не сможем их поймать по крайней мере красота невообразимая заросли орхидей так называемые пульчатокаренники заросли всего и мхи лук вот здесь вот красота просто идешь восторг ботаника карликовая береза плащи для меня это конечно но пока свою пяти сантиметровую здесь не поймали но я уверен что поймать каньоне на сухую мушку это просто какую-то удовольствие конечно не монстры но смотрите чистое золото вот здесь вот клюнула форель ну конечно место шедевр да вот только мушка прошла несколько раз релька да совсем небольшая ну честно говоря удовольствие все равно огромное да спускались мы по каньону спускались сил уже не какие-то все ноги уже вот по этим булыжникам двухметровым лазать ну пёрли что здесь непроходимое узкое место крестные скалы и глубина конечно хорошо я здесь поймал как раз 50 плюс самую большую кунжу ну а блин теперь превращаться обратно неизвестно куда и через копки еще 4 километра до лагеря ну не знаю вот такая пенка с сюрпризами и неплохое место здесь это низ второй первая шевера потом И вот эта вторая шевера вниз в направлении, ну как бы условно, это все уже места, и вот Женя подержал осюмку, попрыгал, она зацепилась за камень, но оторвалась. Но я не об этом хотел сказать, немножко о продумках. Ну понятно, что вы у всех свои предпочтения, но три вещи, которые недооценивают, что нужно взять сюда. Ну, во-первых, мое мнение, надо брать много сыра, но только хорошего сыра, такого полутвердого, большой кусок сыра, и в омлет, и сам по себе, и с грибами, и в пасту. Первая вещь. Вторая вещь, на мой взгляд, это сало. Быстро покромцал, быстро, так сказать, можно поесть. Поесть, и опять же, и яичница, и с грибами можно, и разогревать пасту, и тут много блюдок, просто так есть. И третья вещь, это не продукт, а это салфетки. Салфетки сухие, влажные, само собой, сухие салфетки. Вам не захочется мыть посуду на улице, видите, сколько мошки. А поел и с тупой салфеткой вытерел, вытер и в мусор. Вот это очень... Вообще, в горе сейчас, особенно в горы, когда идут, понятно, что не моют посуду. Там и с водой проблема, и с мусором проблема. А вот протер и положил в мусор. Ну, вот три такие вещи. Дальше много чего можно. Сухофрукт, очень хорошая вещь, и весом, хлеб сосушеный. Ну, понятки, хлеб не надо брать, и объем вес. Ну, вот так вот. Фантастически красивый водопад на пенке. И уходит в каньон. Ну, до завершения сегодняшнего дня поймала, наконец, хорошую кожу. На втеке, вот такая красавица. Пустая ее. И приглашаю на пенку вас. Ну-ка, давай-давай-давай-давай. Друзья, ну вот, все, мы пенку последний день. Духус уже не попрощается. Но дошли вот до вытека из озера, чередного. Вот, и смотрите, какая красавица. С трудом вытащили нам мадлера. Такая подкусанная щупой. О, красавица. Пока. И вам... Уйдет, уйдет. И вам пока. Увидимся на пенке, в магазине, на реке. Или где-нибудь увидимся. Пока.